ПОСЕЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ Приветствую вас, дорогие наши читатели, в славном месте город Полтава, духовная столица Украины, а именно ее юго-восточная часть, поселок Железнодорожников Климовка. Значит, вкратце об этом месте. Значит, Климовка это часть поселка Железнодорожников. Поселок начал застраиваться при советской власти с конца 50-х годов и получил впоследствии название Железнодорожников. Почему два названия Климовка и Еровка? Когда-то здесь два купца Климов и Еров имели свои земли, но после революции они пропали и остались старые названия Климовка и Еровка, то есть от их фамилий Климов и Еров. В данный момент мы находимся на магическом месте. Это вот впадение Коломака в Ворсту, слияние двух рек. Это действительно так и есть, потому что действительно магическое место. Если вы обратите внимание, с правой стороны, вернее, с левой стороны, находится сруб. Это, значит, баня, где отдыхают наши, так сказать, известные люди города. И действительно сруб построен на очень хорошем месте. Это самая лучшая баня-сауна в Полтаве, вот, с энергетикой. Даже не в Полтаве, можно сказать, в области. Вот, там действительно можно подзарядиться и можно там поправить свое здоровье и так далее. Очень удачный человек выбрал место. И, конечно, он поступил мудро, что 20 лет назад построил этот сруб. Значит, с левой стороны находится у нас трасса Харьков-Полтава. Это трасса республиканского значения. Ну, а прямо находится у нас железнодорожная ветка, мост через Коломак. Мы туда дальше пройдем и, естественно, я вам покажу и объясню. Значит, в этом месте, в магическом, проводятся магические ритуалы. Всегда это в ночь на 1 мая, в Альпургиеву ночь. Проводятся ритуалы, значит, в ночь на Хэллоуина, на 1 ноября каждый год. Ну и, конечно, здесь проводятся ритуалы в ночь на Ивана Купала, на 7 июля. Ну, многие видели речных существ. Это и ульвины, и русалки. Вот, здесь, значит, всегда можно летом искупаться. Вода холодная, речка очень глубокая, река Коломак глубокая, глубже, чем ворста даже. Ну, я думаю, что через месяц, через полтора, погода будет хорошая. Мы будем купаться обязательно на Коломаке, получать удовольствие от слияния с природой. Ко мне, когда приезжали лет 6 назад в киевляне, так тут, да, тут, конечно, у него произошла встреча с русалками. Правда, он перед этим выпил почти литр водки. Может, он там пополку покаталось, но сказал, что русалки плавали. Это было действительно так. Ну и продолжим, конечно, нашу дальнейшую экскурсию. Чуть-чуть дальше, уже ближе к мосту, где заканчивается граница города и начинается Полтавский район, а именно село Копылы. Мы пройдемся обязательно через кладбище, которое уже заброшено, никто там никого не хоронит. Ну, а дальше пойдем на село Вовкивку, мимо Терешков и повернем на Вовкивку. Там развилка двух железнодорожных веток. Вот, и дальше пойдем тоже, я вам покажу одно из самых лучших кладбищ города, вернее, Полтавского района, окрестностей города, который находится в Сосновом Вару и расскажу почему и что и как. Итак, мы продолжаем нашу экскурсию окраины Полтавы, в частности поселок железнодорожников, а именно Климовка. Я нахожусь на границе двух центров, это вот заканчивается город Полтава, окраина города Полтавы и дальше уже идет Полтавский район. Начинается Копылы, дальше идут перешки, венцы, а с левой стороны Вовкивка. Это железная дорога, которая буквально через километр расходится в разные стороны. Одно направление железной дороги идет на Кремльчуг-Одессу, а другое направление идет на Красноград-Лазовую, на Донбасс. До 2008 года она не была электрифицирована, ее электрифицировали в 2008 году, причем я знал, что такое будет, я перед этими событиями видел вещий сон. Так и произошло в 2008 году, значит, железную дорогу в этом месте электрифицировали, и теперь у нас ходят электровозы, электрички, электропоезда. Значит, с левой стороны это река Колобок, дальше идет в сторону Требов, Леска, вот, и там где-то начинается речка Тарампунька. А в Леске у нас есть озеро, оно, конечно, в очень упадающем состоянии, но, тем не менее, оно реально существует. А сейчас мы идем через мост, проходим границу города и сельской местности, Полтавы и села Копылы, еще раз хочу сказать, это Полтавский район. То есть, добро пожаловать в сельскую местность. Тарампунька 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 Итак, мы перешли административную границу города и сельской местности. В данный момент мы находимся в село Копылы. С левой стороны старое заброшенное кладбище. Это кладбище очень древнее. Ему, я так предполагаю, более 50 лет. Оно уже заброшенное. Никто здесь уже никого не хоронит. И для магических ритуалов, даже для колдовства, насколько мне известно, оно не используется. Тем не менее, здесь сатанисты пытались как-то проводить ритуалы, но не думая, что у них это получилось. Вообще, конечно, история кладбища это очень занимательная. Если кто-то что-то хочет узнать, более подробно обращайтесь. Я расскажу это, так сказать, не для широкого пользования информации. Пойдем. Итак, мы подошли к условной границе двух сел, даже трех. С левой стороны от меня это заканчиваются Копылы и дальше уже идут терешки, а дальше земцы. И железнодорожная ветка пошла на Головач, Санжары и Кременчуг, а далее на Одессу. А вот мы сейчас повернем левее. Эта ветка у нас идет на Красноград, Лозовую и на Донбасс. И начнется буквально очень скоро, через километр, село Вовкивка, куда мы и направляемся. Это и есть наша конечная цель нашего путешествия. Озеро находится в очень магическом месте. Придет время об этом озере узнает и Европа, и Америка, и Азия. Придет время, здесь будут плавить крокодилы, аллигаторы. Причем не такие уже маленькие, как и Пиле плавают. Вот. И в Юго-Восточной Азии. Вот это место через несколько лет станет знаменитым. Сюда будут паломничества. И религиозных фанатиков, и черных магов, и сатанистов. Сюда будут приезжать многие люди, потому что здесь энергетика очень чистая, очень хорошая. Сюда будут приезжать и с Западной Украины, и со Львова, с Ровенской области, Житомирской, а также Черновцов. Карпаты. Там лес весь повырубают, а сюда заведут крокодилов. Здесь будут аллигаторы плавать в 2023 год. Здесь будут плавать большие аллигаторы, очень большие. Будет так!